По словам главы распотребноздора Поповой Анны, режим, который предусматривает ношение масок в России, необходимо будет соблюдать в течение будущих двух месяцев. Исходя из ее слов, ситуация с пандемией в России начинает стабилизироваться. Какой прогноз прослеживается на сегодняшний день? Отмечено, что эпидемиологическая обстановка в Российской Федерации стабилизируется. С каждым днем количество инфицированных коронавирусом идет на спад. Несмотря на эти положительные новости, нельзя забывать о мерах предосторожности. Обязательно носить стерильные маски, тщательно и регулярно мыть руки. В общественных местах держать дистанцию друг между другом. Помимо этого не стоит забывать о соблюдении требований по чистоте помещений. Необходимо прибегать к специальной обработке посуды и предметов общего пользования. Поездки за границу лучше отложить, всем хочется уехать холодной осенью, а тем более зимой в какую-нибудь теплую страну. Но чтобы защитить себя и близких, лучше перетерпеть и посидеть дома. Если все же вы рискнули и уехали, то по возвращению в обязательном порядке придется брать больничный за свой счет. Тем самым вы обезопасите своих близких и коллег. Носить маску обязательно. Сегодня работодатели должны максимально обеспечивать своих сотрудников всеми средствами для индивидуальной защиты. Особенно это касается тех, кто контактирует с огромным количеством людей. Этим работникам обязательно нужно носить медицинские маски в процессе рабочей смены. Помимо масок, у них должны быть и перчатки. Несмотря на то, что работник и так оснащен предметами индивидуальной защиты, он все равно обязан обрабатывать руки антисептическими средствами. Антисептики, гигиенические маски и перчатки обязательно должны быть у продавцов, которые работают в магазинах и аптеках. Кассиры, работающие в общественных транспортах, и сотрудники госуслуг также обязаны выполнять эти требования. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.